МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Первые минуты на Самарской земле в областную столицу привезли памятник знаменитому режиссёру Ильдару Рязанову. Самарские предприятия примут участие в строительстве железнодорожной трассы на полуострове Ямал. Соглашение о сотрудничестве подписали глава Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ямала-Ненинского автономного округа Дмитрий Кабулкин. Аллея памяти появилась в сквере у госпиталя ветеранов-воин. Теперь там растут кедры. Первые часы на Волжской земле в Самару из Италии доставили памятник Ильдару Рязанову. Оператору телеканала «Самара ГИС» первому удалось снять монумент. Инициатором создания памятника кинорежиссёру в Самаре стал фонд популяризации творчества Ильдара Рязанова, который возглавляет его вдова Эмма Абайдулина. Идею поддержал глава Самары Олег Фурсов, автор композиции и скульптор Важа Микаберидзе, известный как создатель памятника другому знаменитому кинорежиссёру Сергею Параджанову в Тбилиси. Это первый в России памятник Ильдару Рязанову. Согласно авторскому замыслу, кинорежиссёр изображён сидящим в непринуждённой позе. 27 октября монумент установят в сквере возле дома на улице Фрунзе-120, в котором он родился, а в годы Великой Отечественной войны и жил. Сегодня в этом здании создаётся музей Ильдара Рязанова. Открытие запланировано на декабрь. Постамент будет выполнен из гранита. Он тоже будет. Он напоминает где-то лавочку, такую же, на которой будут сидеть люди и его зрители. Когда люди будут посещать музей, знакомиться с экспонатами, выходить на улицу. И здесь будет продолжение тематики этого музея по художественной направленности, где будет их уже встречать Ильдар Александрович в такой свободной, непринуждённой обстановке. Настоящая деревянная крепость. На историческом месте за рождение города восстанавливают башню. Когда-то с неё вели наблюдение, пытаясь предотвратить набеги кочевников. Рядом торговали пушниной. Теперь это новый арт-объект. Здесь будет кузница с каменной печью. Подробности в нашем сюжете. Пересечение улиц Водников и Кутикова. Здесь начиналась Самара. Историки считают, в конце 16 века Григорий Засекин соорудил тут крепость. До наших дней от неё ничего не сохранилось. Только память о месте. В 86 году, по инициативе студентов, к 400-летнему юбилею города, здесь построили деревянную крепость. Но она сгорела. Три года здесь был пустырь. И вот в сентябре вновь началось строительство. В основе башни – сруб из сосны. Планируется, что высота её будет 12 метров. Это три этажа. Сейчас собран первый этаж. Будет делаться второй этаж. Устанавливаться межэтажные перекрытия. Делаться кровля. И делаться, скажем так, смотровая площадка, ну, которая как бы будет небольшим четвёртым этажом. К Новому году должны всё доделать. Правда, пока без коммуникаций. Чтобы пожар вновь не уничтожил здание, дерево обработают огнезащитной краской. Скоро здесь возведут тыновую ограду, чистокол, построят кузницу. Возможно, поставят наковальню, чтобы прямо на месте изготавливать сувениры. В качестве сувенирной какой-то продукции, как вот на Южном береге, на Черноморском побережье, стоит кузница, и молоточком бьют по монетке, выгравировывается какой-то там сувенирчик на память. Возможно, здесь эта имитация также будет сделана. Вокруг крепости планируют разбить сквер, а сама башня должна превратиться в арт-объект, центр притяжения самарцев и гостей города. Здесь будут проводить праздники и выставки. Даниил Илычко, Дмитрий Мешканцов, События. Справки о дорожно-транспортном происшествии теперь ГИБДД выдавать не будет. Соответствующее правило вступило в силу с 20 октября. Новое введение поможет сократить время сбора необходимых документов, подтверждающих факт аварии. Раньше на получение справок в ДТП требовалось время. Теперь всю необходимую для страховщиков информацию инспекторы будут вписывать в протокол, который составляется на месте аварии. При страховании гражданской ответственности, автогражданской ответственности выдается извещение, которое они тоже обязаны заполнять при дорожке происшествий и после этого, соответственно, обращаться в свои страховые компании. Правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «Новотек». Подписи в документе поставили в Рио губернатора Дмитрий Азаров и руководитель энергетической компании Леонид Михельсон. Речь идет о популяризации волейбола, как профессионального, так и массового. Кроме того, в рамках соглашения обговаривается поддержка волейбольной команды «Нова» и развитие детско-юношеского волейбола на базе профессиональной команды. Самарские предприятия примут участие в создании северного широтного хода. Это железнодорожная трасса, которая строится на Ямале в рамках проекта «Энергия Арктики». И в итоге откроет ворота Северного морского пути всей стране. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители двух регионов – глава Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. На церемонии присутствовал министр транспорта России Максим Соколов. Изделия самарских заводов нужны и для развития малой авиации в Заполярье. Кроме того, документ предусматривает межрегиональные взаимодействия в сфере высшего образования, науки, медицины, культуры и спорта. Регионы готовы обмениваться и продукцией сельского хозяйства. Ямал может поставлять на самарский рынок экологически чистую оленину, а самарские аграрии – овощи и хлеб. Кроме того, стороны заинтересованы в изучении успешных региональных законов и муниципальных практик. Для меня лично крайне важно, что буквально в самом начале моей деятельности в Самарскую область приехал мой коллега, мой товарищ, с которым мы давно знакомы, один из самых успешных и результативных губернаторов на территории Российской Федерации. Успехи региона и успехи губернатора, они подчеркиваются различными рейтингами, в том числе рейтингом инвестиционной привлекательности, рейтингом по развитию важнейших показателей социально-экономического развития. И нам точно есть чему поучиться. Мы ожидаем, что от этого соглашения самарский регион возьмет много очень хорошего, уже результативного, подтвержденного временем опыта. Президент говорит, неважно, где человек живет, на юге нашей страны, средней полосе и на севере. Мы все сегодня должны обеспечить людей достойной заработной платы, рабочими местами и увеличить благосостояние жителей. К этому нам есть чему поучиться друг у друга и обменяться. Я очень рад, что сегодня имею такую возможность приехать в Самарскую область, встретиться с губернатором. Хочу поздравить и пожелать успехов. Я уверен, что у вас будет все хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Духовные ценности ислама как источник мира и согласия. Как в наши дни противостоять угрозам радикальных и религиозных течений, говорили в Самаре на 6-м съезде регионального духовного управления мусульман. Детали расскажет Олег Зверев. Первое приветствие, которое, согласно исламу, произнес человек на земле, салам, то есть мир, к этому же призывали все пророки. Традиционное религиозное учение ничего общего не имеет с радикальными течениями. О том, как сегодня противостоять международному экстремизму, говорили на съезде регионального духовного управления мусульманца Морской области. Его работу возглавил верховный муфти России Талгат Таджуддин. В нынешних условиях необходимо прежде всего усилить просветительскую работу, в первую очередь среди молодежи. Сколько санкций, сколько обвинений против нашей стороны. Но, альхамду лилля, у нас есть такой президент Владимир Владимирович Путин, из-за которого нам завидуют и поэтому вводят эти санкции. достойный и мужественный президент. И государство уделяет духовно-нравственному возрождению огромное внимание. И поэтому и имамы, и батюшки должны быть готовы, чтобы эти уроки нравственности в школах преподавать. Верующие люди должны знать об истинных ценностях ислама, мире, добре, справедливости. В этом мусульманское священство солидарно с представителями власти и общественности. Приветствие участникам съезда направил глава региона Дмитрий Азаров. По словам главного федерального инспектора Сергея Чабана в Самарской области 160 национальностей, между которыми никогда не было конфликтов. Глава Самары Олег Фурсов отметил вклад, который внесли мусульмане в развитие города. Среди них выдающиеся ученые, конструкторы, строители, спортсмены. А в годы Великой Отечественной войны многие верующие были удостоены звания Героя Советского Союза. На протяжении многих столетий в Самаре жили, живут, работают в разных национальностях и разных религий. И мы горды тем, что благодаря нашим совместным усилиям, усилиям властей, усилиям общественности, усилиям конфессии, в нашем городе никогда не было каких-то межконфессиональных, межнациональных проблем. Мы этим горды, счастливы, бережно поддерживаем эти добрые и добрососедские отношения. А чтобы сохранить межконфессиональные согласия, по мнению участников съезда необходимо не только рассказывать о религиозных правилах, но и преподавать нравственные основы, чтобы каждый человек в результате такой работы становился настоящим патриотом своей страны. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Далее коротко о других событиях дня. В Татарстане произошло ДТП с автобусом из Самарской области. Он следовал из села Ташла в город Сарапу, Лудмуртия. Авария случилась 21 октября около 11 часов вечера. Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и улетел во враг. В салоне находилось примерно три десятка человек. По данным полицейских, пострадал водитель автобуса и шестеро пассажиров. Их отвезли в больницу города Чистополя. По сообщению силовиков, пострадавшие отделались ушибами, жертв нет. Легковушка сбила коляску с ребенком. В Самаре ДТП произошло в воскресенье 22 октября на улице Солнечной. По данным ГИБДД, 65-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал в сторону шестой просеки. Машина сбила мужчину с детской коляской, который переходил дорогу по зебре. Годовалый малыш получил травмы. Ребенку оказали медицинскую помощь и отец забрал его домой. Проводится проверка. Две тысячи миротворцев провели в Самарской области учение. Так военнослужащие проверили, чему они научились летом. Задач было немало. Это и приведение высшей степени боевой готовности, оперативные перемещения в назначенные районы и принуждение к миру конфликтующих сторон и охраны обороны важных административных и промышленных объектов и другие. Кроме того, военнослужащие сдали нормативы по строевой, военно-медицинской и физической подготовкам вождению боевых машин. Мошенники из Самары обворовали российские магазины на 500 тысяч рублей. Серии краж подозревают двух жителей Красноярского района. К полицейским обратились жительницы Томска и Новокузнецка. Женщины работают в торговых павильонах. В разгар рабочего дня им позвонил неизвестный, представился директором и спросил, сколько денег сейчас лежит в кассе. Узнав, что выручка составила 50 тысяч рублей, лыжа управленец потребовал перевести деньги на телефон. Таким образом, мошенники украли почти полмиллиона рублей. В их квартире нашли несколько телефонов, 30 сим-карт и банковские карты. Один из преступников попытался сбежать, но его задержали стражи порядка. Самарцы смогут пройти бесплатную экспресс-диагностику на риск инсульта. Акции, направленные на профилактику этого заболевания, пройдет во вторник, 24 октября, в Самарской областной клинической больнице имени Середавина. Начало в 9 часов. В холле главного корпуса все желающие смогут пройти экспресс-диагностику на риск возникновения инсульта, определить уровень глюкозы в капиллярной крови, измерить артериальные давления, определить индекс массы тела, получить индивидуальные рекомендации по предотвращению и профилактике инсульта. Аллея памяти появилась на территории госпиталя ветеранов-воин. Теперь здесь растут кедры. Их посадили в рамках всероссийских акций «Дерево Победы» и «Лес Победы», к которым присоединилась и Самара. Жители, общественники, студенты и ветераны работали под музыку и песни. Репортаж Алины Чемерес. И бойцов надо не пограничить, под катешу передать ревну. Под песни и дерево лучше приживется, шутит Федор Алексеевич Глухих. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 18. Участник легендарного парада 7 ноября в 41 году шагал по Красной площади. В ходе боев освобождал Белоруссию, города Калужской и Брянской областей. Войну закончил на Западной Украине. Делится тогда, в 45-м, даже и не подозревал, что День Победы станет поистине народным праздником. Сегодня Федор Алексеевич в память о боевых товарищах сажает деревья на территории госпиталя ветеранов-воин. Мы хотим, чтобы госпиталь был красивый, зеленый, чтобы больные быстро выздоравливали. Мы хотим, чтобы наша сама была зеленой, красивой, чтобы все ей восхищались. Деревья в память о погибших на войне в регионе сажают уже третий год. Ветеранам помогают общественники и студенты. Последним теперь предстоит ухаживать за Аллеей Победы. Сразу захотел сюда приехать. Мне интересно общаться с ветеранами, принять их опыт, услышать историю из их уст, как это было. Ну и, конечно, помочь им, всем, чем я могу. Двухлетние саженцы кедров предоставили лесники, всего около 30 штук. Также на территории военного госпиталя будут расти розы и ели. Поместив в землю, молодые кедры перевязывают георгиевской ленточкой. По словам экспертов, дерево спокойно перенесет зиму. Это шикарный просто материал, посадочный, потому что кедры, они хоть и долго растут, но у них очень красивый серебристый ствол, у них шикарная крона и огромное количество фитонцидов, которые, конечно, очень полезны для здоровья ветеранов, которые здесь будут гулять по тропинкам и дышать вот этим как раз хвойным, полезным для здоровья воздухом. Высаживать памятные аллеи в Самаре начали по поручению главы города Олега Фурсова. По дереву в честь каждого погибшего на войне. Липы, березы, рябины, каштаны акция проходит по всей Самаре. Каждый раз в ней участвуют жители. За три года в городе высадили более полутора тысяч именных деревьев. В 2015 году у нас были высажены деревья в школах на территории городского Самара. Они были именные, посвящены героям Советского Союза, ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. В этом году акция продолжается. Она проходит на территории всех районов. Всего планируется высадить порядка 900 деревьев. Сегодня аллея Победы появилась и в Кировском районе. Около школы-интерната номер 117 теперь растут липы. Деревья сажают также в самарских дворах, парках и скверах. Алина Чемерри, Станислав Левин. События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Сегодня после ремонта открылся сад-музей Клотта. В числе новых экспонатов – колодезный люк самарской правительственной телефонной сети. Добрались и до частников. В Самаре убрали 10 незаконных счетов в частных территориях. Все звезды в гости к нам. В Самаре знаменитые спортсмены провели мастер-классы школьников, которые только делают первые шаги в спорте. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok